здравствуйте дорогие друзья здравствуйте татьяна здравствуйте геннадий как вы я видишь в резервной студии а я в резервной студии ромашка называется сегодня павильон съемочный называется ромашки у меня жажда борюсь с жаждой ну и как кто побеждает пока побеждает жажда поняла на то она и жажда чтобы ей побеждать я бою я борюсь с помощью уже с жаждой с помощью лунг чина и это уже с утра происходит и затем у меня был тайпинг холкуи это глаженный мой любимый зеленый глаженный чай и вы тоже жарят на сковородах понимаю 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 тебе нравится все отглаженное мать отнюдь нет нет мне нравится наоборот мне нравится наоборот но мне очень нравится все ветром отглаженное а что в москве такая жара как-то разошлось все да но послушай разошлось все так что я благодаря нашей теме провела полдня в каталогах рокфеллерского аукциона но ты же знаешь я вообще люблю разные аукционы и книжечки ходила ты ходила вместе с кредитной карты или пока без а ты знаешь он был уже закончился в семнадцатом году с моей кредитной карты там наверное делать было нечего предполагалось что они продадут на полтора миллиарда они продали на миллиард триста миллионов и я продолжаю смотреть рассматривать каталог и я не знаю что меня больше влечет убранство и адреса их объектов недвижимости их фарфор или их коллективол знаешь как они называют прекрасную нашу тему сегодняшнюю они называют их фигурина 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 но это очень верное слово коллективол да да и это же везде знаешь в каждом нашем с тобой онлайн магазине всегда есть шикарные коллективол которые трудно атрибутировать ну потому что серебро столовая необходимо ты знаешь что кожаные аксессуары необходимы знаешь что ковры без них никак ножкам холодно а коллективол это то без чего ты вполне можешь обойтись но без чего ты жить не можешь это вот такая прекрасная история которая действительно так или иначе тебе определенно но мне например мои самые первые коллективол достались от бабушки от родителей и слава богу это был не орел на телевизор но это были слоны такой же слон как у тебя у тебя он белый в белье слон а у меня был слон серый и наверное такой главный трофей моей жизни понятно что это только личка с рубином которая мне досталась от амали рюдберг но есть у меня и снегурочка которую я уже в октябре знаешь как только нейман маркус начинает рождественские украшения я достаю свою снегурочку сама себе и мне ее торговать не нужно но все равно я жду сезон когда я могу достать свою снегурочку это твое рождественское украшение да это мое рождественское украшение это мое это central piece она подходит по их так умело в свое время были такие красивые набор красок палет красок что они подходят всегда и ко всему независимо и она настолько добрая эта статуэтка как ты знаешь белье делали одни заводы расписывали другое другие как часто бывают не еду в ширпотребе и рожицы у фигурок были тоже разные и вот сейчас когда я прихожу в комиссионные магазины которые я по-прежнему люблю и из них начинают чем многие города так что у меня есть на главный город на главной улице каждого города есть такой особенный адрес где меня знают и куда я прихожу и я сразу смотрю я знаю их как называется каждая статуэтка но вот выражение лица мне нужно добиться чтобы это пионер все-таки улыбался они такое все что вы били зуб разные люди расписывали наверно в разном состоянии души может быть аврал перед праздником поэтому поэтому коллега доказывает что это все живые вещи сделанные живыми людьми от руки и это идеально мастера мастера ювелиры которые расписывают мои броши эмаль кладут и достигают этого оттенка полевого цветка ты знаешь мне кажется почему им очень нравится они всячески стараются показать что им очень нравится работать на моей коллекции потому как я думаю что они расписывают и свои воспоминания детства и это очень простые вещи поэтому и попадая в любой антикварный или комиссионный знаешь за стеклом всегда есть вот этот отдел коллективол это есть в индо китае всегда да это особенно ценные вещи которые живут за стеклом и без них не обходится ни одних дом сколько ни один дом сколько стран наверное столько культур правда но все страны хоть входятся в одном что эти коллективол эти фигурки фарфоровые они и отличают один дома другого они создают уют их дарят детям их дарят потом их дети передаривают они входят уже в новый будет новую семью и с ними мало кто хочет расставаться и пример привезла птичку из новой зеландии это был наверное девяносто второй год это был просто художник я даже не знаю его имени и это была обычная мастерская гончарная крошечная на северном острове и я привезла эту птичку она живет все переезды перетерпела птичка или мы с леной комаровой купили чудесную фигурку в джордини публиче в милане правда она не фарфоровая она из металла она поржавела на улице но птичка живет и у лены и ты сказала сейчас я понял почему я сейчас скучаю по конечно по антикварному развалу на на велигран да который будет в это воскресенье как раз да если будет если будет да да я думаю что будет они ждали так долго для того чтобы все возобновить но да и это одни и те же люди которые посещают по всей италии есть график этих ярмарок и это одни и те же люди которые разворачивают но естественно в на вели приходят это огромный это значимый съезд больше наверное только варидзо по по значимости в италии но они путешествуют из города в город так же как я подписана на мою любимую дилера серебра англичанку мэри которая живет всегда во франции но она привозит свое серебро из англии она путешествует по шести провинциям франции и очень часто и у нее есть два стенда на южном берегу франции я там с ней подружилась и она мне почте регулярно посылает свои графики я знаю что она возобновила все свои да и это прямо в десяточку в точку и она знает мне можно там знаешь со всех прекрасных круизеров найти столовое серебро очень редкие вещи и она не продает ненужных вещей она продает ее в чем ее зачем ей возить по всей франции грузовичок водить который но это просто не ликвиды она наоборот старается достиг что-то привести такое что действительно не производят современные мастера чего невозможно купить в общем с эти столового серебра и в том числе мне кажется именно этими прекрасными коллективолс фарфорами и можно соединить скатерти и бокалы и фарфор и все вместе и сделать но ведь не всегда бывают живые цветы иногда эти коллективолс стайка стайка фигурок и становится таким central piece без которого они садятся за стол знаешь вот то что я упоминаю при каждом удобном случае алена дюкасса на он действительно за последние 25 наверное 30 лет он много чего совершил во французском файндайнинге то есть в мировых стандартах и он все время эти стандарты собственно вырабатывает вот если покойный рыбышом которого был чемпионом по мишленовским звездам он вырабатывал стандарты такой так сказать современной французской еды адаптированной к любым условиям будь то токио или банкок то ален дюкасс он вырабатывал и вырабатывает стандарты файндайнинга как стиля жизни как стиля подачи как ты знаешь продуктов которые входят и выходят в моду может быть это менее идеальные рецепты чем у рыбышона который действительно был но наверное мы с тобой обсуждали как то он был абсолютный гений в смысле но вот дюкасс ты знаешь он в какой-то момент в накрытии стола произошло это лет 15 назад он вернул центр пиз фарфоровый этого воробья он стал делать ты знаешь это не всегда воробей это он например ты помнишь ты помнишь ты помнишь наш тот а ужин в дорчестере и это был мой первый ужин в дюкассовском трехзвездочном ресторане эти рассказывают как это происходило да это как раз я брал интервью у него на маврикии и мы что такое он говорит какие у тебя планы на рождество я говорю я отправляюсь в лондон почему-то зайди к нам в дорчестер я бы но я у меня встреча перед рождеством с двумя прекрасными дамами не проблема он же француз почему не с двумя дамами и он берет телефонную трубку он звонит в ресторан он говорит ну места у них естественно нет но мы сейчас что-нибудь придумаем говорит он мне и мы принесем вам стол приходите втроем естественно и ты помнишь это перед закрытием на каникул это был последний ужин когда когда нам приносили какие-то смешные шляпы там какие-то дуделки и всякое такое и ты помнишь что все столы были накрыты на прекрасными фарфоровыми овощами конечно у нас была по моему цветная капуста но вообще это вот кочаны и он вернул вот эту историю с фарфоровым сэмплписом которая была очень популярна но без этого знаешь как ни странно тарелки бились чашки раскалывались что-то еще происходило кто-то чем-то делился и всегда на рынке всегда остаются на вторичные вторичном рынке всегда остаются вот эти коллекцибал да потому как они остаются от сервизов с ними кто-то может расстаться за ними не так охотятся но знатоки ценят их намного выше и мастер который подписывает вот этот фарфоровый предмет изящный да это но действительно и были мастера которые были культовые мастера по этим фигуркам как ты знаешь это было и в копенгагене но не было бы копенгагена если естественно йенсен дали йенсен не учился бы не работал бы прости он закончил королевскую академию художеств но работал он и в дрездене и берлине верно и потом его жена работала в его компании потом его сын работал в компании и до сих пор это семейный бизнес ты помнишь мне кажется что это нереально добрые люди потому как он прописывал дел я собаковод я люблю собак с детства и помню клички всех собак улица всегда я тебе рассказывала про дикий конечно и про разные другие конфузы на улицах мира и ты это знаешь потому что если бы я безразлична была к собакам я бы слова дикий не услышала и не хохотала до сих пор со своей соседкой и каждый раз когда я вижу на просто истерика начинается на улице потому что ну действительно крики дикий дикий и вот вот это хонда да да поэтому действительно такая статуа статуэтка принято было думать это вообще не подарок детям это вообще абсолютно не про это это коллекция была в честь питомца это тот подарок когда ты ты определенно знаешь что подарок с изображением домашнего любимца он всегда будет воспринят он всегда будет ему всегда найдется место да и это я хотела к эфиру найти одну фотографию но найду и положу ее в инстаграм это было наверное 2005 год петербург надежда кожевникова меня сфотографировала для эль петербург у них был петербург и это съемка была на владимирском естественно антикварном салоне у меня в руках роскошная хунда датская собака фарфоровая ты знаешь с тех пор как я стала приезжать в петербург эти вот эти фигурки они были действительно они были в каждом доме без них не жили было всегда очень много дании да потому что вообще в петербурге дании было это знаешь она ценилась и было очень много германии германия как расстыковалась с фарфором и так как в советское время кто-то очень умело наконец я наверное узнаю когда-то имя этого внешторговца которому пришло в голову безденежные операции с венгрии с венгрии бартер с венгрии закрывать херендом вот я преклоняюсь перед этим человеком у него явно должен быть наследственный вкус потому что королева виктория получила херенд мы с тобой знаем несколько бывших внешторговцев да но правила тем линиям те кого мы знаем они пока такого не совершили но тем не менее они сделали очень много революций в домашней утвари и в вине ты знаешь мы любим этих людей и надеюсь что когда-то мы сможем поговорить о них в эфире и королева виктория получила естественно обязательный дар на всемирной выставке и когда она увидела херендовский сервиз она сказала но эта вещь такая сегодня с сегодняшнего дня я использую только херенд и до сих пор ее величество внукам правнукам дарит только херенд ротшильды прости не рокфеллеры которых я изучала тут а ротшильды как раз они пользовались херендом и кто-то и однажды у баронессы херенд на твои рассказы боже мой то что вы говорите что вы говорите смотри какая она венгерская тоже жарко ей тоже жарко она разделать но ты знаешь что я узнала в харькове в художественной галерее художественном музее в отделении в отделе фарфора и фарфора и посуды шикарная смотрительница героиня моего романа абсолютно достойный специалист достойная давно спал ну конечно это же мило это жены клали офицером в походы для того чтобы у них было не всегда с собой так даже не было секс онлайн или прочих услуг нечего было посмотреть онлайн и они у себя в рюкзаке как это называется заплечный рюкзак офицера до царской армии они всегда получали обнаженных статуэток и утилитарная вещь это утилитарная вещь абсолютно была поэтому да из херендов вышла такая история что ротшильды однажды но знаешь двери от потолка до пола распахнуты и баронесса сказала что украли ее колье похитили колье она сняла его после чаепития оставила на столе и колье было похищено естественно прислуга сказал как никогда в жизни ничего такого ну что вы как вы можете подумать в третьем поколении но в общем было бы большая большая недоразумение и в общем это едва забылось это мероприятие садовник весной на ветках дерева в саду нашел это ожерелье птицы украли его и поэтому ротшильды пришли в написали в херенд и они нарисовали это ожерелье в рисунке каждого предмета сервиза а знаешь предметов сервиза 2000 и это называется действительно ожерелье это очень известный а история херенда ты знаешь ручная работа в венгрии ценилась всегда стоимость ручной работы венгрии всегда была ниже чем в австрии да австрии это германская глина соответственно просто вынесли это еще даже на дань нашему любимому еще причина поехать в будапешт я никогда не была херенде это уникальный и если мы сходим с ума от кобальтовой клетки сетки который 25 лет исполнилось об этом даже я знаю что клеточки 25 лет то я схожу с ума по херендовской рыболовецкой сети с 24 каратами золота это было всегда с 1895 года это всегда было и в фигурках самый большой наверное в моем багаже знаний это именно херенд у них столько линий фигурок там есть водоплавающие пользующие антилопы рыбки клопы мухи все что угодно угадай кто из нами с тобой знакомых нам с тобой американцев не лично знакомым я его никогда не видела ты знаешь я пирса бростона видела и я видела боно и многих других мужчин но не видела никогда этого героя актер американец австрийского происхождения но шварценеггер самый большой коллекционер фигурок херендо легко поверил он человек тонкой душевной организации астрийской организации астрийской намекнул а соответственно они никогда ну послушай я в декабре был в вене я сходил посмотрел коллекцию вот этих нет и это абсолютно конечно прекрасный который описано в книжке а зайц с янтарными глазами совершенно совершенно замечательно в еврейском музее в вене была эта выставка как это замечательно вообще вот в этом интересное еще различие есть а совсем мелкая пластика или вот что-то такое что так человек отправляясь в поездку он берет их с собой потому что они напоминают ему о доме они напоминают ему о родителях которые ему когда-то подарили или бабушка или маленькие собаки даже у тициана были символом домашнего уюта они всегда лежали у в ногах героин да и другие неказистые породы которых трудно узнать не всегда это были китайские дворцовые собачки понятно что все все и статуэтки ведь не сходят из японии китая понятно что и сейчас европейцы пытаются не пытаются рисуют по-прежнему любимый нам не с тобой китай японию китай да это есть в линии каждого производителя пластики и это до сих пор востребовано потому что именно китайские цвета соединяет все предметы стола и предметы интерьера но есть них это магия краски да магия проработки и магия деталей которая действительно запоминает абсолютно абсолютно так ну куда ты руку засунул опять что-то опять сюрприз у меня есть сюрприз просто я тут перебираю шкафы это очень скромный сюрприз перебираю буфеты докупаю предметы напомни мне кстати про новый сервис я тебе потом расскажу историю хорошо значит я был когда я был первый раз на острове киске ну ты видела у меня много раз эту тарелку производства керамистов компании минелло по моему сейчас уже не существующий а это такие традиционные итальянские цвета это не это при том что это не фарфор неапольские неапольские очень тонкая керамика очень тонкая керамика но капомонте да и это старая вещь это было потому что все что они делали новое было достаточно ужасно но ты знаешь я у них вы цыганил они даже не взяли с меня денег вещь которую я тебе сейчас покажу смотри какая вещь это плитка керамическая на которой они просто пробовали разные цвета и обжигали и видишь тут разный у нас этно-этно-этно-этно-этно-этно-этно-этно это красный росо-этно-этно-это красный росо-это Чепелла Капелла Биола роскошная Блю И ты знаешь, и тут видно Во-первых, вот цвета Во-первых, как они работают Потом видно жилы, красивые жилы Да, а потом видно, как Просто вот эта краска, она реагирует На температурный режим Ты видишь, наш с тобой Наш с тобой любимый Кобальт Который вообще никак не реагирует Остается гладким И абсолютно именно поэтому мы помним Что его под глазурь засовывали Потому что он не реагировал Все остальные, конечно И чем более отдает в красный Чем больше в нем железа Как красиво, да, да Видишь, тем более он растворяется Какие цвета Оранжевый, виола, это очень редко Вот это Капе Монте И все их цвета, они тоже очень-очень узнаваемы И итальянцы, кстати, очень падки на свои Ну, кстати, Джинори, помнишь, у Джинори Очень похожая палета до сих пор Но правда красивая штука, да? Это обычная керамическая птичка Очень красиво выставить, но это очень красиво Ты знаешь, ты, наверное, мне ее однажды показывал Но я забыла про нее Это ведь абсолютно моя тема Я тоже время от времени нахожу И то, что у них все подписано И видишь, оранж И это все номера цветов Номера, видимо, все и Да, да Интересно, конечно, все это Это как стандарт цвета Это как стандарт цвета Они смешали и делают его, показывают Что это вот стандарт цвета Который они будут использовать в определенном рисунке Здорово, очень красиво И ты знаешь, у меня, конечно, есть В связи с этим есть даже некоторые теории Относительно того, какого размера и где И какие вещи collectibles делались Потому что, ну, на юге всегда есть цветы Зимой и летом есть цветы Поэтому вот такой большой central piece Или вот такие Наверное, делались в основном Ну вот на мой, в моем понимании Они делались в основном в Германии В Скандинавии И действительно так и было Германия, Скандинавия Ну, Альпы еще, наверное, да Австрия, Венгрия Ну, смотри Это же вот этот тот самый знаменитый Карл Энс Да, который Был любителем птиц И ты, когда мне рассказывала эти истории Про эстонцев, птицелюбов Я все время вспоминал Оказывается, латыши еще больше птицелюбы, чем эстонцев Еще больше, да И, ну, я постараюсь тебе их сфотографировать Я уже вчера хотела Но сейчас выползу после На вечернем солнце Может быть, я еще тебе встречу Этих прекрасную одну семейку Которая будет Ну, это тукан роскошный Тукан роскошный, помнишь? Ты знаешь, не знаю Не знаю символику тукана Но вижу попугая очень красивого И не только Попугай этот Я сама Помнишь, у меня дома работают Держат свечи четыре попугая Ни которых я никогда никому не отдам На самом деле Это еще не только цвет и окраска Интерьерный такой блик яркий Да, посмотри, как он связал тебя на фоне красного красиво Попугай это еще и символ благополучия Процветания, красоты, мудрости И одновременно птица счастья и удачи В этом еще и посыл В этом еще и роскошный посыл А в Китае, кстати Ну, вот эти посылы, которые я прочла Про символ благополучия, процветания, красоты, мудрости Это было и в русском городском быту И в городсках российских были Но, например, в Китае Если в доме появляется попугай То здесь посыл совсем другой Это знак жене о том, что муж Может узнать об ее изменах И том, чтобы она была осторожна В этом своем сфере деятельности О том, что муж может узнать Это абсолютно тайный знак Это павлин Как это интересно Павлин Это всегда вот Я еще раз расскажу об этом чудесном Костромском музее Главы городского головы О музее мещанского и дворянского быта Собраны это частный музей Частная коллекция Удивительные женщины Нам с тобой там обязательно надо побывать Но это будет очень интересно И тебе и мне А мне там бывает интересно каждый раз И всегда в кабинетной В кабинете, прости, не кабинет Это, наверное, такое маленькое Возле гостиной была маленькая комнатка Где стоял ломберный столик Где мужчины собирались поговорить И там обязательно был павлин И хвост павлина Обязательно был Это была фарфоровая статуэтка Ты знаешь, я не помню клеймо Это была европейская Фарфоровая статуэтка В данном случае И я думала, что попугай Это попугай Почему-то я сказала Я говорю, вы знаете Я бы думала, что здесь должен стоять попугай Она говорит Ну что, вы павлин Чтобы муж не слишком забывал И не гордился собой Я помню, что за ним еще стоит и семья И это на все было абсолютно свое предписание И в этом гениальность всех этих историй И более того Я была в Самаре И есть там такой один комиссионный Ну, прости Это, наверное, угол улицы Ленина Не помню, как сейчас называется Это та же улица, где художественный музей главный Я жила в шикарном отеле Это был такой абсолютно Ди эпока Это было так, как мы любим Да И буквально третий, четвертый дом от угла Был вот этот комиссионный магазин И я опять И там Вот я нашла там своих этих лебедей Штрафные рюмки Помнишь, лебеди, которых ты переворачиваешь И выпиваешь И ставишь на голову И хвост наверх И получается рожкошная Красивая история Украшение стола одновременно Замороженных лебедей нужно подавать И разговор Наверное, частая посетительница Приходит к продавцу Мужчина колоритный Двадцать лет свадьбы И она говорит о том, что они с мужем Будут отмечать двадцать лет свадьбы На что он ей говорит Так это фарфоровая свадьба Так вот вам и подарки Из фарфора положено дарить Дальше он перечислял что и кто Кого они знают Кто может прийти Кого она пригласит Чтобы он им смог подсказать Что-то, что из фарфора Из каких статуэток Она, может быть, хотела бы получить Она говорила о вазе Она говорила о красивом Очень канделябре фарфоровом И тут он ей говорит А себе-то вы сервиз подобрали? Она говорит Да есть у меня гостей принять Иногда я как-то собираю Ну, называют марки Он говорит Так нет, на двадцатилетие свадьбы Положено покупать новый сервиз Но был у вас один Вы с ним жили Все очень хорошее в жизни случилось Этот сервиз уже очень много пережил А теперь И она говорит Ну, мол Она не была готова Он говорит Так жизни не будет Дальше ничего хорошего Вам и ждать не нужно Но так принято И он ее абсолютно убедил И ты знаешь И я Он понял Что я слушаю Потому что Ну, я не могла себе не выдать В каких бы очках я не была Но я, естественно, выдала свое внимание И он говорил Ну, а что? Так же хрупко Так же ценно Так же ручная работа Так же это все надо беречь А что иначе тогда получится? Ничего И я пришла в отель И я залезла в интернет И я нашла все эти роскошные истории И действительно 20 лет Ну, раньше ты понимаешь Дама была моего возраста Наверное, в последний курс Замужество 20 лет Первые внуки Все у нее уже было за это время И она действительно задумалась И он ей так Атрибутировал Всю эту историю Что если она сейчас До 20-летия свадьбы Не успеет оформить новый сервиз То дальше И все это молодой достанется Ну, естественно Все народные приметы У него Я не посмотрела даже Я так смутилась Мне так понравилась эта история Я схватила этот опыт за хвост И уже понесла его дальше Я забыла посмотреть Какие у него были сервизы И что вообще он собирался И к чему он эту всю историю Ее подводил Но это действительно Я нашла эту примету Я нашла эту традицию Она действительно есть Поэтому все точно так же Это изящество Это терпение Все то, что расписать фарфор То, что произвести хороший фарфор Да Это должно невидимо шероховатости Они не должны быть внешне видны Все это очень изящно И обращаться с этим надо осторожно И хранить это надо уметь И вот эта вся история Мне, конечно, очень-очень-очень понравилась Поэтому у этих фарфоров Нас спрашивают Как использовать фарфоровые статуэтки Но, может быть, кто-то не понимает Что такое central piece Это центр стола Мы можем безупречно расставить Салфеточки Прости, тарелочки Мы можем отцентровать И на полтора пальца от края стола И мы можем отцентровать Вилочки, ножички, ложечки и прочее Но если в центре стола Не стоит ваза, закуски Плюминаж или там, я не знаю Сексер, как говорила моя тетя Я боялась этого слова ужасно Канделябры Да, канделябры Зеркало, чтобы все это отражалось Или люстра Потолок отражался в столе Это зеркальный огромный Из трех частей обычно Поднос выставлялся в центр И на нему выставлялись Те коллектаблс, которые есть в семье И это не только на частных яхтах Носил их персонал Для того, чтобы каждый ужин Каждое накрытие Отличалось от другого Детский стол Завтрак, обед И в это во все играли Поэтому все эти коллектаблс Всегда работали И поэтому попугай Потом к ним в пару Еще были попугаи Которые держали свечи Потом к ним были попугаи Вазы И это все Вот этот весь попугайский Этот хор попугайский Он действительно украшал стол И в этом была И в этом была семейная традиция И ничего не оставалось Как принести этой семье Хозяйке дома Хозяину дома Ведь на свадьбу На годовщину свадьбы Обычно и дарят Такие подарки Которые могут понадобиться Ей и ему Что-то, что Утилитарно То, чему есть применение И то, что семья Всегда чуть-чуть экономит Ну, вроде как Побалуем себя Но потом И кто-то из родных Всегда об этом слышит И в знак того Что они с 20 лет Это огромная Прожитая вместе жизнь По взрослению Взросления меньше Но уж кто-то там Извращался Заказывал мордашки Этих молодоженов Какому-то керамисту Прочему Но здесь человек может Обидеться Ой, ну неужели я такой полный Ну а что-то у меня Рубашка разошлась На животе Да плохая статуэтка Ведь дело не в этом Когда потом Их дети узнают Кто расписывал Эту статуэтку И как В каком каталоге Есть работа этого мастера Это становится Гранд коллективлс Да Поэтому у каждой Подписи на статуэтке Может быть Своя феноменальная история И это Это очень интересно Я в статуэтке верю Я не могу сказать Что я ими злоупотребляю Но Но у меня есть Любимые вещи Без которых я Ну не живу практически И дело не только В этой птичке маленькой Ты помнишь У меня есть и постаменты Это попугай Они жили со мной в Милане Помнишь У окна И у книжного Это Они не только держали Разноцветные свечи Они много чего держали Эти попугаи И Ведь в этом и есть Привези мне попугая В этом и есть Такой посыл Знаешь Это не только Про Про Протрату Не только Про Такую Странную просьбу Это вот Необыкновенный Этот красивый посыл Я не знаю Про Тукана Но Ты знаешь Я подписана У меня есть Такой прекрасный Декоратор Я с ним познакомилась Кстати Когда Рокко Форте В 2005 году Отмечал Некую годовщину Рокко Форте Я забыла Какую Извини И приехал Карлос Мотто Такой очень модный Декоратор Американский И мне он достался просто через кого-то, и я с ним провела два-три... А, его Францисо Коста. Коста был дизайнером у Калюн Кляйна, помнишь? И он приезжал ко мне в два раза, чтобы запасники шерстить в Петербурге, в театр ходить и ужинать вкусно. С командой они всегда впечатлялись, потому что, как я тебе говорила, очень многие члены команды, всех дизайнеров великих мод и мира, они корейцы. Они работают, они трудоспособны, у них нет слова «да» и «нет», они очень исполнительны. И как объяснить корейцам? Только запасники Эрмитажа, только запасники Русского музея и запасники музеев, да, вот это мы все проделывали, театр за кулиси, театр, конечно, да. И тогда Франциско сказал, что приедет очень мой близкий приятель Мото, оттуда я и узнала, что его забрифовали на Асторию, мы с ним провели много времени, я на него с тех пор подписана. И он живет в Центральной Америке, много времени проводит там в своем доме, и вот у него эти туканы, и он чередует туканов живых с туканами фарфоровых. И для Америки, но нет дома в Америке, где бы не было вот этих больших, кто что, кто керамика, кто птица, кто фарфор, кто керамика, но кто-то в саду металл, но это должно, это знак того, что твой дом любят птицы, значит, здесь идеально. Это говорят, что кто-то встречает редкую птицу и говорит, что это душа человека, который не жив, она возвращается, проводит время с ними, птицах видят, а птицах много поверий красивых, да. И даже я сегодня утром вышла на море Балтийское и увидела летящих лебедей, но это так красиво, их было пять птиц, и вот этот отблеск белого крыла на воду, это было очень красиво. И многие мужчины остановились, сказали, вы видите, это лебеди, но нельзя на это не реагировать, поэтому collectibles, они вот это воспоминание. Ну покажи, покажи вот эту дамус. Мало того, что ведь collectibles, слово многозначное, да, с одной стороны, это вещь, которая не представляет собой практической ценности, да, а с другой стороны, любая... Зависит от того имени, что написано на пятом склеймоне. Любая collectible, это может стать началом коллекции, да, и тогда это будет уже совершенно другой подход. У меня много друзей, которые собирают, например, фарфуды... Бегемотов собирают очень многие люди, верблюдов, бегемотов. Бегемотов собирает наша с тобой подруга Ирина Аганова, например. Да что ты! Ну, например, Александр Вайнштейн, знакомый также тебе, он просто потребитель бегемотов. Все, что с бегемотов, ему-то подходит. И я знаю еще очень много людей, которые любят каких-то двугорбых верблюдов. И это антиквар знает, когда приходит эта вещь, это люди бьются за них. Такой начинается торг, нам с тобой это не нужно. Но люди их собирают. Конечно, конечно. Это, так сказать, это... В этом и есть суть коллекционирования. Тебе нужна именно эта вещь. И дальше ты уже готов... Цена для тебя не играет такого большого значения. Но, да, я хочу тебе показать какие-то вещи. И, возможно, ты что-то о них захочешь сказать. И, возможно, что-то мы вместе с тобой скажем. Я всегда спрошу, дорого это или нет. Я спрошу цену. Ты знаешь, если я спрашиваю цену, это значит, что я реально... Ну, я не все коллекционирую, как ты знаешь. Но у меня есть свои предметы интереса. Я уже увидела. Я по цвету. Не только по форме, не только по истории. Но я на цвет реагирую, на определенный. Ну, ты знаешь, что я... У меня с цветом тоже специальные отношения. Да. Ну, вот... Здесь это прямо мы с тобой. Да, это мы с тобой, да. И с Самсон Букетом цветы у нас... Только ты сегодня Анди Мельмайстер. А я почему-то... А, я Шанель Платком. Ты в Шанель Платок? У тебя, у тебя милая очень платьица. Да. Ты босая немножко, но... Ну, я сейчас босая, не буду переводить в камеру, но я сейчас... Ну, вот смотри. Посмотри. Моя тема. Этот букет. Которые не вянут. И вот этот букет. Это все еще я не могу забыть. Это очень похоже все. Это все мне очень нравится. Представляешь, если эти две вещи и твою прекрасную Японию, которую я вижу на заднем плане. Твои тарелочки и Мари прекрасные. Этот желтый, наглой красоты, вонючий, в самом красивом преломлении слова пион, который у тебя душит изящным запахом. Я посмотрел все-таки, как он называется, пиона. Он называется Барцелло или Барцелло, Барцелло. Барцелло. Видимо, все-таки правильнее его называть. Совершенно невероятный этот... Тебе доводилось когда-то в Китае видеть дикие древовидные пионы? Нет. Это очень красивая роща. Так вот, это начало 20 века. Роял Далтон в Англии начинает делать вот такие фигурки детей. Немножко такие вроде как и не совсем счастливые, вынужденные. Да, но это чувственно. Это был такой Лесли Харадайн, скульптор, который, собственно говоря, подсмотрел эти сцены. Как говорят, что он ходил по Лондону и делал зарисовки на манжетах. И потом воплощал это все уже в фарфор. И Роял Далтон, как мы знаем, это и посуда, это и хрусталь замечательный. Как ты знаешь, извини, Роял Далтон вместе с Роял Копенгагеном сейчас все ходят в Фискарс. И Роял Далтон это символ, один из символов Англии. Кстати, не спорт, скажем, да, а Роял Далтон. Я даже помню, когда Роял Далтон продавался в Москве. Кстати, знаешь где? Знаешь где? В Иорианте. Ну, естественно. А вот этот вот милый Роял Далтон. Вау, как красиво. А как он рисует ткань, как он лепит. Да, но ты знаешь, как называется это? Ведь тут еще надо иметь в виду английский юмор. Это называется Little Pig. Да, но так, да, да. Но и помимо того было, и были еще статуэтки, которые были посвящены абсолютно пиглетам, поросятам человеческому образу. А это вот целая серия была у Роял Далтон. Таких, знаешь, типажи английский, шотландский. Вот это называется Lobster Man. Видишь, у него голубой лобстер, блю лобстер. Геннадий, цвет, одет Lobster Man так, что ком де гарсон, наверное, завидует ему. Абсолютно, абсолютно. Нет, ну вообще тут, посмотри, какой. А вот это сочетание зеленого с синим. Ой, как медуницы пахнет, боже. А, вот это вот. А посмотри, какая наглая рожа у этого Lobster Man. Ну, а что, он продает лобстеры. Как ты знаешь, человек, который пуэр может смешать, он уже миллионер в Китае. Лобстер Man, я думаю, тоже хорошо зарабатывает. Да, но он только, видишь, поймал у этой корзины, в которой он его поймал. Потому что сюда лобстер заплывает, в эту дырку, а обратно выбраться не может. Ловушка лобстерная. Лобстерная ловушка. Какая работа, какие цвета. Да вообще потрясающе. Ты знаешь, ведь я до сих пор реагирую на фигурки Гарднеровские и ФЗ, фигурки народности России и народности народности. И каждый раз, когда у меня тянется рука, я смотрю на ценник и ставлю это все обратно. Поэтому я на фигурке там еду, мне нравится. Что еще интересно про фарфоровые фигурки, они в основном сделаны с подглазурной росписью. То есть они очень стойкие, потому что ее нельзя было при высокой температуре обжигать. Но, как известно, со скульптуры не едят. И в посудомоечной машине ее не моют. Ну, пыль только, нужно от пыли ее освобождать и все. Вот это наша венгерская с тобой подруга. Видишь, какая она? Она шикарная. Посмотри, какое выражение лица. Да. Да. И тут мы, естественно, возвращаемся в Копенгаген. Копенгаген к нашему культурной аппроприации. Боленезийская женщина. Это мужчина. Это боленезийский танцор. А, поняла. Извини, пожалуйста. Это, видишь, у него тут такие достаточно мужские ноги. Действительно, одеяние не всегда понятно. Да. Но эти вот, кстати говоря... Осторожно, Гердович, с этими фигурками. Это одна из самых... Это же музей у тебя на столе. На столе музей. Да. И это одна из самых... Это, видишь, Дальянсен, компания, которая уже давно не существует. Хотя Роял Копенгаген по тем моделям, которые он сделал для Роял Копенгаген, когда он работал на Роял Порсовым, они продолжают выпускать. Но, в принципе, это все действительно такие вполне себе музейные писсы. И вот если ты хочешь... Если бы я делал стол шикарный в азиатском стиле, я бы, наверное, несколько таких скульптурок, фигурок поставил на столе. И, естественно, что вот этот Дальянсен, который разного размера, и это, конечно, такса совершенно потрясающая, совершенно фантастически сделанная и очень молчаливая. Ты знаешь, как я... Тот же самый Дальянсен. Видишь, попугаев делали все. Попугаев делали все. И попугаев действительно абсолютно тиражируемая, прекрасная птица. Я очень люблю тоже попугаев. И, ну, вот этот, конечно, который... Это уже немецкая, это уже Карл Энц. Ну, этот мой фаворит. А положи рядом с имари, я хочу цвета пробить. Имари... Поднеси имари к тарелочке. Имари... Ну, у меня нет тут под рукой имари, я тебя рядом с Японией помню. Да, да. Ну, хорошо. Мне хорошо. Мне очень нравится это все. Мне нравится. Я вижу. Спасибо. Спасибо. Ну, естественно, цвета использованы очень похожие, потому что... Но ты знаешь, что они же стремились изо всех сил сыграть в Азию, да, и Роял Далтон в том числе конкурировал с Дрэпом, с КПМом и... А вот сравни теперь это с Сен-Луи. Да, не убеждай меня, когда ты начал, когда ты, во-первых, ты поставил в начало эфира этот бокал с Сен-Луи, который меня... Да, ну, а тукан, чтобы тукан не будет с Сен-Луи вместе смотреться, и тукан прекрасно будет смотреться. Тукан будет смотреться с чем угодно. Тукан, конечно, у него невероятная, невероятная абсолютно выразительность, пластическая выразительность, и вот тукан – это настоящий central piece. Вот настоящий. Он, причем, он сделан прямо вот, он, ты понимаешь, он просится в центр стола. Ты знаешь, куда я еще между... Ты знаешь, у меня дома много растений в горшках, в садике люблю, и я своих птиц сажаю на этажерке в эти садики. И потом, когда накрываю стол, я просто их приглашаю на стол, они прилетают на стол. Ну, мне это очень нравится, мне нравится тема... И они, конечно, они хороши, когда они компания, они вот эта экзотическая история, когда они вдруг все собираются такой стайкой, и тукан выглядывает... Белый фарфор, белые тарелки, цветное стекло вокруг, и они наблюдают за стеклом. И мне кажется, когда, вот смотри, когда в стекле есть вино, то эти попугаи, абсолютно их глазки живут, блестят и поблескивают. Ну, нравится мне только не только в Гатчинском дворце, у меня хватает фантазии мечтать об этом, и в прикладной быт, и в тюнинг быта вводить эти вещи. Но они абсолютно незаслуженно забыток, и поэтому лысый грустный стол для меня это просто, ну, скучно. А вот смотри, цесарки... Раскрас из сини-черной, с пятнышками, и они, конечно, совершенно замечательные птички. И тут... Но Пьеро, Пьеро лежит одиноко. Да, Пьеро тут, видишь, разлегся. Ну, а посмотри, такое central piece. Представь себе на рабочем столе женщины, дамы, бизнес-леди, роскошный Пьеро. Ольга Панченко. Это не объект, разве это не... Разве это не... Ну, мне очень нравится, мне нравится, мне нравится. Посмотри, как он одет эти зеленые бархатные штаны, этот камзол. Это что, Роял Далтон? Нет, это немец, это Карл Энс. А, это Карл Энс. Карл Энс, у него была, собственно говоря, у него была вот эта знаменитая серия экзотических птиц, и у него была масса персонажей комиссии Далярд. Да, да, театра и масса. Вот эта вот эта марка, это клеймо с мельницей такой. Это вот как раз Карл Энс. У него было множество разных клеем, но вот в 20-м веке компания закрылась в 72-м году. Вернее, не закрылась, она была куплена немецким правительством, и немецкое правительство еще с 72-го по 90-е методично убивало компанию, и, наконец, убило к 90-му году. Ты же помнишь, что, например, Енсен, да, Енсен умер в 1960-м, поэтому, да, эти вещи, ну, например, мне, там, следующие 30-40 лет еще я могла их найти и в Петербурге, и в Хельсинки, и в Стокгольме они были. Это были современные вещи, в этом понимая. Сейчас это музейные вещи. За короткое время они стали вещами музейными, да, потому что за Енсеном охотятся. Да, или вот Путти такой, Карапуз. Первые шаги, назовем это так. Первые шаги через Квинку, я бы сказал, да. Нереальная мимика, нереальная, очень красивая. Да, ну, это потрясающая пластика, конечно, как это, это же все невероятно сделано. И ты понимаешь всегда в фарфоровой скульптуре, что это всегда соединение очень хорошей скульптуры, очень хорошей работы скульптора с невероятной работой колориста. Потому что художник, который расписывает, и это же всегда краски, которые должны выдержать обжиг, и это всегда цвет глазури, который все это покрывает. Ну, посмотри, это вот все, что мы видим, да, ну, может быть, возможно, это мой выбор такой, немножко не самые кричащие тона, но я, честно говоря, вот эту хорошую скульптуру, я не видел ее в особенно кричащих тонах, я не видел, она всегда такая немножко палевая, она всегда немножко приглушенная. Да, она фарфоровая, она должна же в быту находиться, она не может кричать, и она должна работать с фарфором. Ну, мы знаем, множество наших знакомых вполне, так сказать, живут в кричащих интерьерах, и ничего. Но посмотри, какие действительно, и действительно Демилеместер, и, да, такие бедные дети, один в Демилеместер, вторая в платке Шанель. И все в самсон-букете. И, да, и Николя Уло им розы, и пионы Барцелло. Ой, слушай, остинки, наверное, пару остинок, пионы твои там. И Настя все это дело собрала в букеты и сложила в корзинки. Ты знаешь, я вижу это и в минимализме, я вижу это и в хай-теке, я вижу это и в... Да-да, это вещь, которая... Я абсолютно это вижу. Это абсолютно городские предметы городского быта для меня, и они мне очень-очень нравятся, я их люблю. И ты знаешь, даже на нашем с тобой прекрасном Москва-Соловке, помнишь, как мы выбирали с тобой эту маленькую опять пластику, и на нее нельзя... Это моя эмоция, я не могу на нее не реагировать. Я, конечно, помню все эти, как это называется, поверья. Понравилась тебе история про 20-летнюю свадьбу, годовщину 20-летней? Шикарная, шикарная. Это как можно такие истории не любить? Ну, скажи, где бы я это услышала? В автобусе я так в городском не езжу. Ну, и потом, как в городском автобусе услышать такой диалог? Шикарно. Поэтому это просто... Ну, антиквар на блошином рынке такого не расскажет. А вот этот актер, вот этот держатель этого... И смотритель, скорее всего, смотритель. Ну, например, мои эти прекрасные гусь-хрустальные лебеди стоили там, ну, например, по 19 рублей. Понимаешь? И это все пара. Он говорит, но вещь парная. Да, как будто я за нее платила по 19 тысяч рублей или там по миллиону 900 тысяч. Я говорю, да, я понимаю. Парная по 19, это уже намного дороже, чем 38. Да, он говорит, хорошо, что вы понимаете. То есть он меня поощрил. Он меня поощрил. И с тех пор, но я не так часто приезжаю в Самару, но если мы попросим Ингуля Кадо наблюдать... Я никогда не был. Я никогда не был. Это обязательно. Это очень красиво. Это надо. Это одна из самых для меня красивых волжских набережных. Это красиво. Это красиво. И в музей нам нужно там пойти. И потом сейчас у нас столько с тобой адресов в Самаре, что и есть с кем поговорить. Нам скучно в Самаре не будет. И художники есть, и прекрасные есть, и рестораторы. И, послушай, Тольятти, Самара – это сейчас единое целое. Поэтому, когда я летаю в самолете в Самару, я единственная женского пола. Дама, остальные все бизнесмены, мужчины с лаптопами, с костюмами прекрасных тебе известных портных перелетают из Москвы в Самару и вечером же летят обратно после важной встречи. Поэтому рынок там есть, пейзажи роскошные. Поэтому, действительно, я очень жду, когда Мостур-флот, наконец, наконец, мы вступим опять на какой-нибудь трехпалубный или двухпалубный даже. Иван из Крылов. Иван Андреевичу или к княжне, к принцессе сможем провести время на борту. Поэтому есть мечты на то, на то они и мечты, чтобы сбываться. Спасибо тебе за всю эту пластику. Это действительно пластика вкуса, эмоции. Это трешери, это трешерс также, да? И это коллектиблс. И это еще прекрасное-прекрасное слово, как фигурины. Фигурины, фигурины, фигурины. Так что Тварценеггер, шах Ирана, ее величество, ее королева Виктория, это абсолютно оправданные увлечения, оправданные игрушки для взрослых, которые действительно умный не скажет, дурак не поймет. Никогда не... Это всегда для... Если кто-то оценит, вот вам уже разговор на час, да? У вас уже есть тема для общения, поэтому... Эти фигурины, дорогие друзья, мы, как всегда, позаимствовали в Антикленде, в Москве. Но я вам еще раз так широким мазком покажу. И хочу... Мы с тобой так и грустим там. Да. Татьяна еще не видела, вот мне только что доставили. Завтра мы с Татьяной пьем Бурдо, Сент-Эмиллион, Артрюс. И я тебе хочу, Тань, вот этот писик показать, потому что это... Это та лимитированная серия, одна из бутылок которой отправилась в подарок Элону Маску. Геннадий, скорее бы завтра... С нами Бог. Анатолий Николаевич Ганкевич, автор этой картины, из серии Артрюс. И мы завтра вам все расскажем про Сент-Эмиллион и про... У меня есть более... Ну, в моем стиле. Я буду завтра опять босиком на этикетке. Так что жду завтра, Геннадий. Целую крепко. Спасибо всем за прекрасный эфир 24 июня. Я еще раз... Я прошу, покажи мне туканов двух и попугая. Нет, тукан один. А, две двух и попугая, да. Тукан один, он же с пионом Барцелло. А тукан и пионы, это так хорошо вместе. Да, они всегда неплохо. Как бы они не подрали. А посмотри, как на него смотрят эти самые... Вот в том-то и дело. Ведь это все про взгляд попугая. Пингвины, хотел сказать, да, попугаи как... Повернулись, смотри, оба повернули. Как бы свора не было, Геннадий. Как бы фарфоровой свора сейчас не было. Да будет. Как бы все это в черепки не раздуть. И бедный, и бедный фирур. Не говори под руку. О, я знаю. Поэтому я тебя уже призывала к осторожности в кадре, в эфире. Спасибо. Спасибо большое. Мы ждем завтра. Русская тема нас всегда очень интересует. И я хочу как можно больше доставать таких русских историй. И до завтра. Всего самого доброго. До завтра, Таня. И приветы Латвии прекрасным ромашкам, которые у тебя стоят. Да. И цветы, которые не вянут. Я тебя обнимаю. И тебе привет от мадам Галины, которая гуляет сегодня по набережной. И спрашивала, полезет ли Таня в море? Такой холод. Таня два раза была в море. И Таня сейчас следует на море. Таня лежала бы в дюнах, если бы не эфир. И Таня просто большой комплимент. Но если я видела лебедей, если я вчера прошла мимо, наверное, 20 костров красивых, которые были сложены разными. Я тебе все расскажу. Очень много наблюдений. По тюнингу быта и по другим историям. И пять летящих лебедей низко над водой.